Дурочный торновой ветер До 50-ти узлов по порывам Вот мы идем по техочному станции Сейчас у нас в очередине между Сахмани и Новой Зеландии Думаю, что звук нифига не запишется Но попробуем Вдруг я ветер перекрестил все-таки Ну что, дорогие друзья, последний раз мы видим Тасманию в этом путешествии Вон там прячется в тумане Субтитры сделал DimaTorzok Ладуня переезжает сюда У нее здесь поход отказалась брать постельные принадлежности Дома через несколько дней передумает Ты правильно воткнула досочку уже, да? Умничка, крепко держится Вот у Лады там домик Настя свой домик куда переносит? В кровать в походном режиме Настя уже сюда и свою постель притащила Стенка посередине, чтобы можно было на двуспальной кровати спать вдвоем А не одному человеку Вон там дождь Мы сейчас сюда поехали его обходим Об дождя убегаем Наконец Сколько уже можно ждать было Ожидание вот этого похода Оно хуже чем немало Сам поход Сам поход он будет прекрасен Ну вот Ожидание уже затянулись На полтора года Это как Горик? Нет, это не как Гонков Как Маруська Погнали вперед! И потом только океан Несколько часов мы же телевали Сейчас вроде куда-то пошли Но не очень быстро Четыре дня в океане Волны сильные Только первую ночь смогли поспать И неправильно решить, что прикачиваемся быстро Просто стиль был Потом пришла непогода Сначала ветер усилился Дальше начался шторм Сегодня впервые за весь переход почти не укачивается Ждем, когда укачка совсем кончится Но папа говорит, что скоро опять шторм Несколько дней было 40-45 узлов Порывами до 56 узлов Мы лежали в дрейфе под неполной дизайн Все кроме папы дремали под влиянием укачивания Как-никогда плохо проходит у нас прикачка Пять сутки в море, а все еще в коматозе Большие волны Одна из них ударила в мачту и начала расплетаться банком Пришлось менять галкса и идти не туда Чтобы в дрейфе разгрузить порвавшуюся банку Мне дали ответственное задание Я держу кусок ванты Вот туда вот уходит он в небо В первой краспице пристегнут Кусок короткий И поэтому ванта будет состоять из двух частей Потому что вот эта заготовка у Андрея уже была Даже заплетенная здесь в специальной библейке И вторую сейчас он часть натягивает и прилаживает У нас длинные ванта будут заниматься Да, Андрюша? Да Андрюша говорит, без банана ванта никак не ремонтируется Папа еще говорит, что лопнул ограничитель пудрю битропилота Стальной и 8-миллиметровый болт Я не знаю, что это значит, но видимо сломалась толстая железяка Пошел лечить ветровой автопилот А я его сейчас вот на этой лебедке буду запускать в море Проблизительно Подтягивай, подтягивай Другая волна сместила дрельницу и чуть не оторвала солнечные панели А еще залила трубу отопителя И он задымел внутрь Андрей всю ночь пытался его починить в дрейфе на шторме Выхлопная труба от закипевшей в ней соленой воды лопнула в нескольких местах Дыры заделать не получилось Утром в Яранге плюс 13, днем плюс 17 Решили, что лучше бодрящая прохлада, чем угарный газ В 7 утра Андрей после веселухи с отоплением было вздремнул на часок А потом решил поесть перед сном Но после чайки, печенья и гречка варенья плита свалилась с кардана Сломался один из подвесов Андрей провозился до обеда Выпиливал новый карданный подвес из подручных средств Пять дней в океане С этой ночи дуют 30-40 узлов с порывами до 48 Лодку сбивает с курса, ветровой автопилот, именуемый железный феликс, не справляется Мы с Хладой валяемся, мама рулит Мутит Несем зарипленный маленький стаксель Прошли непонятно сколько миль по Тасманову морю До южного мыса в Новой Зеландии еще 620 Утешаем себя уже пятый день, что обогнем его и станет полегче Чувство тошноты бесит И я мечтаю о хорошей погоде и нормальной жизни Ну насколько это вообще возможно Под это иди с учетом витиеватности трека все еще больше 6000 метров Координаты сейчас 44 градуса 45 минут южной широты 154 градуса 39 минут восточной долготы Надрывно хрипит Высоцкий От знакомых аккордов напряжение последних дней льет по моим щекам Уже неделю рулим 24 часа в сутки Ливень, град, морозь Какое счастье, что у нас есть внутренний штурвал Иначе пришлось бы нести вахты снаружи В плюс 9 ночью И на штормовом ветру с градом Все как в кино В общем такова жизнь Скоро-скоро мы должны подойти До Новой Зеландии И пройти и стать теплым Да, скоро за угол повернем Пройдем наконец-то этот Южный мыс Новозеландский И в тепло к экватору Ускорение Мы живем этой мечкой Что у нас, Мариночка, сегодня еще? У нас банан замерз от температуры низких Он подумал, что он в холодильнике И стал коричневый Я решила его пожарить Вот жареные бананы Они будут такой, как джем карамельный Когда пожарятся Там вон от тебя люди спрашивают Как тебе живется, мать целого семейства? Все идет по плану Живется, знаете, хреново Ну как ты? Потому что дубак Потому что когда был обогреватель И первые три дня мы Два Даже один Наслаждались теплом И еще не сходили с ума от морской болезни Было очень хорошо Я еще говорила Господи, как хорошо, что у нас есть обогреватель Какой комфорт он придает Нашему прекрасному путешествию А потом случилось Оно Неправильно организован выхлоп отопителя На высоких волнах Хапает воду И волна через выхлоп заливает весь обогреватель Надо трубу наверх выводить Минимум еще на полметра Как у джипов подготовленных к бездорожью Так что ночью в лодке уже 10 А снаружи плюс 8 А еще спускаться минимум 2 градуса по широте В ближайшую неделю будем мерзнуть Потом за Новой Зеландией Повернем на север и жизнь должна налаживаться Утром солнце показалось Нагрело рубку на 0,2 градуса И снова всосалось в серую вату Мрак сразу накрылся головой Сотни мелких течек По переборкам Соль на штурвале Борьба с тем, чтобы на юнгевом постели Не капало с люка И только солнце способно вселить уверенность Что это жесть не навсегда Духовка Духовка тоже добавляет пару градусов тепла Но главное, что каждый день появляется солнце Сегодня оно ненадолго успело нагреть Грубку до плюс 17 градусов Зажигаем духовку, надеемся она загорится Газ почему-то в переходе пахнет очень противно Когда стоишь, он пахнет очень уютно и вкусно А в переходе вот так воняет, что капец Соляр у него хоть приятный И все, вот это вот на качающейся плите Качку Подожди, тут еще упор Блин, выниму я и говорю Поднимай упор Да я пойду вам покажу опять, что снаружи происходит Вот он я тут такой красивый Ой Так Выходим Как обычно, пейзаж не меняется пока Ветер Волны Все в порядке, все на месте Леди Мэри подходит к южной оконечности В Новой Зеландии Влад, как ты относишься к бутерботам горячим сегодня на завтрак? Нормально Что значит нормально? Не хочешь их? Не будешь? Еда Еда? Да При сильном ветре, обычно штормовом Один из безопасных способов пережить шторм Это положить лодку в дрейф Но немногие знают, что это такое Для большинства слово дрейф ассоциируется с дрейбующим во льдах ледоколом А для многих вообще непонятный термин из прошлых веков Лодка под минимальным набором парусов В случае нашей Леди Мэри это бизань с круговыбранным шкотом Или если ветер сильнее 50 узлов Зарифленная бизань Становится примерно под 50-60 градусов к ветру И соответственно волне Руль перекладывается на ветер И яхта в таком положении не имеет хода по воде ни назад, ни вперед Ее лишь сносит под ветер При этом киль и подводная часть корпуса создает турбулентность Которая остается на пути волны Лодку ветер уже снес вниз, а пятно турбулентности еще между ней и волной Вот об это пятно волны Даже кажущиеся ужасными Разбиваются буквально в нескольких метрах от борта Море в этом месте становится гладким Как будто по нему только что прошлись утюгом При этом вся остальная волна Не попавшая в эту турбулентность Проходит по носу по корме лодки не меняя своей формы Качает конечно сильно, но не смертельно Позволяя жить, готовить пищу И дожидаться окончания пустой стихии Положив яхту в дрейф можно спокойно отдохнуть Починиться, просто оценить обстановку Что непросто сделать, если ты постоянно находишься в активном управлении Еще один плюс Когда яхта лежит в дрейфе Шторм проходит быстрее Если при активном штормовании Рулении под каким-либо набором парусов И убегании в сторону ветра Лодка идет вместе со штормом в попутном направлении И это может продолжаться много дней То в случае с дрейфом Лодка практически останавливается Скорость дрейфа полузла, может быть полтора узла И шторм проходит через место дрейфа Не увлекая судно вместе с собой Прохождение самой сильной фазы шторма Занимает обычно 12-20 часов На других лодках набор парусов Для нахождения в дрейфе может быть другим Чаще это зарифленный грот или бизань Если это двухмачтовое судно И стаксель с выбранным С доветренного порта шкотом Или даже Trisail и Storm Jeep Это штормовые паруса Ветер уменьшился до 20 узлов Погода дала перерыв Почти выспались Перебрали овощи Сделали творог с фруктами С фруктами, со сметанкой С коричневым сахаром Вот такой еще есть йогурт у нас Салат есть еще из свежих овощей Салат, помидоры, огурцы Сыр Сметана Сахар коричневый сахар Сейчас еще фруктов нарежем И я Всем привет Настя тут сидит Рулит Рулит И, друзья, сегодня у нас 10 утра 11 сентября Внутри 16 градусов Снаружи 12 с половиной Сдувает Ночью снова будет 40 узлов На следующей хорошей погоде Которая будет дня через два Будем заклеивать иллюминаторы В формовой каюте Пропули по-другому, но они все еще теплые Настроение заметно улучшилось Посмотрим, удастся ли погоде Испортить его снова Ой, мороз, мороз Внутри яхты, как на полярной станции Большую часть суток изо рта пар Пришел ветер с Антарктики И ночью ожидаем около нуля за бортом Как пара идет изо рта Я прошу капитана Помыть пару яблочек И принести их вместе с лимоном Я порежу к завтраку фрукты Сейчас вот эта вся постель Уберется в кровать И быть положено До угла юго-восточного мыса Новой Зеландии Осталось всего 200 миль Через двое суток начнем забирать на север И потихоньку согреемся Сегодня маленько стихло все Ветра 15-20 узлов Вот на ночь опускали солнечные панели Чтобы их волной не смыло Вот сейчас поднимаем обратно Вот Настя там возится Сейчас поднимем панели, чтобы заряжались А потом Настя пойдет ставить грот Сегодня идем ночью, вернее шли в конфигурации Вот у нас Бизань стоит И впереди стоит часть Генуя Сейчас поставим грот И увеличим площадь Генуя Потому что ветер уменьшается Нам требуется больше парусов Так, вот героическая Настя Подняла солнечную панель И сейчас пошла Покажи, что там у тебя Так, это специальная силиконовая смазка Чтобы ликпас грота смазать Чтобы легче грот Скользил Поднимался Опускался Вот, кстати, в чем прелесть Кэча То есть можно варьировать паруса Поставить Бизань Поставили грот Бизань стоит грот На третьем лифе пока Но паруса меньшего размера И даже хрупкая, сильная девушка Справляется со всеми этими постановками Парусов Вручную Без всяких там Электрических лебедок Ну а чем можно заняться в штиль Вот мы с Настей Спустили Бизань Она у нас Маленько подострепалась За время штормов Вот, сейчас будем ремонтировать Здесь вот Эти вот дырки Вот они Это самое Здесь люверсы Должны вот так вот выглядеть Но их Ветром Повырывало Вот сейчас снимаем Вот эти ползуны И будем Восстанавливать Целочность паруса Вот Настя там откручивает Настя заводит на Бизань превентер А то что тот самый Периодически на волне хлопает Один раз хлопнуло По флюгеру Ветрового автопилота Железный феликс Отрабатывает На пять с плюсом Мы очень им довольны Это наш Пятый член экипажа Рулит 95% Времени Вот Иногда приходится помогать ему Когда ветер порывистый Но в целом Вот вся рулежка на нем Вот такая вот жизнь Второго помощника Капитана парусной яхты Павел игрок Отлично Вот этими вот руками Замерзла? Да Сколько там градусов на улице? 11 градусов Иногда волны так бьют в борт Что мы вздрагиваем вместе с водкой Ее окатывает синяя волна Нам достаются соленые брызги на стол и на головы Под давлением воды они просачиваются внутрь Сквозь невидимые щели Промокает шкаф с пустельным бельем Совсем плохо Тем временем У нас тут урок географии 24 апреля На подходе к маркизу История заодно Грузинштерн знал Кто-либо сделал Замечательный приказ Главная цель пристанища нашего На столах в маркизах Есть напиться воды И снабжение свежими припасами Хотя без согласия Доброй воли жителей Среди получить можем Но взаимные опасности Запрещают нам Прибегнуть к средству всему Пешкой язык был, да? Витиваты по сравнению с нынешним Я уверена, что мы оставим берег тихого народа И всего не оставим на себе дурного еды Но пока Главная мечта Это спать без капюшона Без двойных носков И груза двух одеял Ветер немного стих Устойчиво дует 30 узлов Идем под одним стакселем А, ребята, тут такая красота появилась А, смотрите, там радуга Прямо из моря вырастает 15 сентября 14.40 Мы проходим Долготу Южного мыса Новой Зеландии То есть мы сейчас проходим Пятый Южный мыс Четыре уже прошли Теперь Наше достижение Все пять мысов пройдены Вот здесь вот на карте Может даже что-то будет видно До выполнения цели Кругосветной экспедиции Осталось пересечь 39 меридиамов Для их смена пройти три великих мыса Считается большим достижением Еще большим Обойти все пять южных мысов земли И сегодня мы сделали это Только один из самых южных мысов Географически совпадает с великим Это мыс Борн Самый сложный, опасный, великий и ужасный Мыс всех времен у народа Южная конечность Огранной земли В проливе Дролика Мы миновали его первым 19 января 2019 года На 52-й день Безостановочного перехода Из Тихого в Атлантику Второй великий мыс Мыс Доброй Надежды Ранее звался мысом Гуль Именно он вошел в историю Как место встречи Атлантического и Индийского океанов Хотя географически Этой точкой является мыс Игуль Самая южная точка Африки Эта пара мысов пройдена В конце января 2020 года Третий великий мыс Уин находится на юго-западе Края Австралии Там встречаются Индийские и Южные океаны На этом великие мысы кончаются И остаются еще два южных Юго-восточный мыс Тасмании И южный мыс Новой Зеландии Предпоследний был пройден 31 мая А последний только что остался В 60 милях к северу В честь этого важного дня Мы будем готовить что-то вкусное Утро уже стало теплее от ладинных блинов Которые она жарится вчерашнего дня Газовая плита загорелась Масло на сковородке И здесь Ооо, здесь тесто для блинов Сейчас Лада нам как-то нажарит 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 Меня моя сестра решила накормить Бриночком с нутеллой, как в Таиланде Сейчас пойдем еще Давай, счастливое лицо снимаем Крупным планом Не надо так крупно Мы проходим пятый мыс Ура, ура, ура Сейчас пойдем Выглянем Что там происходит Ветер стих Узлов 10, наверное, 12 Осталось всего Еле-еле Идем После всех штормов А сзади Нас догоняет Вот Такое вот безобразие Вот эта вся тучка Если к нам придет Из-под нее должно дунуть Я так думаю Причем дунуть не слабо Море более-менее спокойное Но красотища вокруг Вот ради таких моментов Стоит, конечно, оказаться в открытом океане Чтобы прочувствовать Все вот эти краски неба Краски моря Красоту природы Словами не передать Я думаю, что сейчас камера Даже не передает всего этого Сегодня я, наконец, начала учебу в пятом классе Залегла за учебной биологией Сидеть и писать пока не получается Это прорыв поток в таких условиях Мама смотрит карту ветров Изучая, куда все же пойти после таити Мы упорно идем по красной и черной зоне Дня через три начнем из нее подбираться Идем по шельфу На глубинах метров сто двадцать Ветра пятнадцать тридцать узлов От этого волна короткая и злая С ночи несем рулевую вахту Ночью стояла задача не впилиться в скалу южнее Новой Зеландии Ветер уносил на юг И утром в десяти милях мы наблюдали последнюю до ближайшие три тысячи миль землю Скалистые выступы островка Снарис Или тенихеки На языке коренных обитателей Новой Зеландии Маури Новая Зеландия не случилась с нами уже второй раз Около трех лет назад мы шли к ней с востока Из сердца Тихого океана Но наш сегуатер украла месяц Спутала планы и отправила нас в Антарктику Теперь мы снова были в шаге от прибытия в Новой Зеландию уже с запада Но вмешался ковид Три года в Окленде ждет нас посылка из дома С русскими конфетами, письмами и книгой из детства два капитана Видно, попросим знакомых переслать ее обратно в Сибирь Искусство путешествовать – это искусство менять планы Мы уже ушли с шельфа, волна стала длинной и стало меньше до сброса в 10 Настя смотрит видеоуроки и я чередую чтение о биологии Папа готовится к ночной вагте Убрали грот и летим шесть узлов Яхты пытаются повернуть к ветру и идти в Антарктиду Мы не даем и летим, ну тоже в Антарктиду, но восточнее Вот и попутный ветер Надеемся, ветер отойдет на юг и принесет нас к экватору Новую Зеландию мы не увидим Никаких других земель для Атолы Суворов тоже Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok